Потрясающе, как в моей вот такой вот светлой опытной голове, 53 года. И я совсем позабыла о такой функции, что я здесь могу поставить, вот чтобы не прекращать видео, а поставить на паузу. Мне сейчас дочка показала, вот она мне попросила конфетки, там ещё что-то. В общем, продолжаю. Четвёртая глава притчи Соломоновой. Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего нежно любимой и единственной у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твоё, слова мои. «Храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй её, и она будет охранять тебя. Люби её, и она будет оберегать тебя. Главная мудрость, приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени её, и она возвысит тебя, она прославит тебя. И если ты прилепишься к ней, возложит на голову твое прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни». Моисей 120 жил лет. Но не забывайте, в Новом Завете сколько прожила Соломея? Она долго прожила, только потом ей... Она же пошла на поводу своей матери и, так сказать, попросила вот эту вот голову Иоанна Крестителя, пророка. Он был моложе Иисуса Христа? Неправильно я сказала. Он был на шесть месяцев старше, вот по возрасту, но он раньше был обезглавлен, чем Иисус Христос пошёл на крест. Опять. «Главная мудрость, приобретай мудрость, и всеми миниям твоим приобретай разум. Высоко цени её, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней». А славе же не о человеческой, вот не о этом мире, вот не об этом, где вот эта вот драка за каждый тугрик, вот, за тугрик идёт. Вот, а вот это серьги, это не просто серьги, это мне муж подарил. Но, естественно, если муж будет в беде или дети будут в беде, естественно, я дам это, вот, чтобы выкупить их, например, ну, там, без проблемы какой-то. Естественно, но это реликвия, семейная реликвия, вот, в таком плане, чтобы отделяли тоже серебро от мусора. Я имею в виду ценно от неценного, где реликвия, где, знаете, какие-то картинки, и не позволяйте, чтобы, значит, насмехались над вашими иконами. Это уже было иконоборчество, это было. Это было. И никакие это не идолы, это же вообще рехнулись иконы идолами назвать. Окна в невидимый мир. Высоко цени её, она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, прими слова мои, и умножится от тебя лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдёшь, не будет стеснён ход твой, и когда побежишь, не споткнёшься, крепко держись на ставление, не оставляй, храни его, потому что оно жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых, не ходи по пути злых, оставь его, не ходи по нему, уклонись и пройди мимо. Я только позавчера оставила видео, я там делала. It's bad for me, 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 bad for my soul, bad for my heart. Это плохо, мне это плохо, это мне плохо. Потому что они не заснут, если не сделают зла, пропадает сон у них, и они, если они не доведут кого-то до падения. Ибо они едят хлеб беззаконие и пьют вино хищения, стезя праведных, как светила лучезарная, которая более и более светлеет до полного дня. Путь беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, слова моим внимай, крича моим, преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. Отвергни от себя лживость уст, лукавство языка, удали от себя, лукавство языка, вот эту вот хитрость, вот это вот выкручивание удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла. Пятая глава. Сын мой, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, чтобы уста твои сохранили знания, ибо мед источают уста чужой жены. Мягче елея речь ее, но последствия от нее горькие, как полынь острый, как меч обою да устрый. Очень часто женщины могут, вот к женщине такая вот, вся она такая, ой, ты такая красивая, такие, знаете, вот лживая, а сама там же неизвестно, что внутри, в голове, там у подружек, так сказать. Ноги ее не сходят к смерти. Никому не доверяю, никому не доверяйте. Сма себе, знаете, откуда я знаю, что я там завтра вытворю, богу доверяйте, истину ищите, богу доверяйте, правду можно выслушивать. Ну, я имею в виду у каждого, у каждого своя правда. Представляете, живет 7 миллиардов человек, 7 миллиард правд. Ну вот, а еще правд, а еще неизвестно, правду ли они говорят, вот то, что думают, или хитрят. Так что здесь вся истина вот у Господа. Но избавляйтесь от паранойи. Я Господу отдаю. Я предупреждала, рано или поздно, вот те, кого я любила, я их предупреждала, рано или поздно, правда вылезет наружу. И вот вылезла. Вот совсем уже недавно, там, два месяца назад, да, вот, последняя любого, та, аргентинская, вот, вылезла, что пёс он, вот я там встала за кобеля. Ну, потрясающе, что он мне дал, вот, при отлёте, вот это вот я ставила, вот, это Новый Завет, с этими вот, вот, Proverbs, это притчи, вот, то, что я сейчас вам читаю, Proverbs на испанском, и Псалмы, вот, Psalms, видите, 150, это Псалмы Давидова, и все, вот здесь вот весь, весь Новый Завет, вот, Апокалипсис, вот, и в конце, здесь вот говорится, последняя глава, 22, 15, Mas los perros, Estarán Fuera, что, перро, это собаки, все псы, вот, кобели, кобели и сучки, я же, это вот, там я ставила, ну, поздравила я этого, вот, полицейского с 8 марта, уже совсем, уже недавно, и написала, что ты, вот, я думала, ты герой, а ты кобель, кобель, вот, пёс и сучка, ну, вот, сучка, я к тебе относилась, как герой, а ты оказался кобелем, вот, такое вот послание, ну, так вот, и Иоанн Богослов говорит, не будьте ни кобелями, ни сучками, потому что все псы будут за пределами небесного Иерусалима, это не говорится о животных, я имею в виду, которые у вас, у нас это собачка, это не собака, он, а член семьи, это наш, пэт, пэт, это гладить, это наш член, член семьи, вот, она будет, думаю, внутри нашего того, небесного Иерусалима, ибо мед источает уста чужой жены, мягче елея речи ее, но последствия от нее горьки, как полынь, острые, как меч ободаю острый, ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней, если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее не постоянные, ты не узнаешь их, и так, дети, слушайте меня, не отступайте от слов уст моих, держи дальше от нее путь твой, не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровья твоего не отдать другим, или твоих мучителю, чтобы не насыщались силой твою чужие, и труды твои не были для чужого дома, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, сердце мое пренебрегало обличение, и я не слушал голос учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим, едва не впал и во всякое зло среди собраний и общества, пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодца, пусть не разливаются источники твои по улице, потоки, вод по площадям, сам написал Соломон, и сам загулял с другими, с бабами всех, у которых богов там было вот так вот, и египетские и так далее, полусобаки, полуживотные, полуорлы вообще, ну да, но у него же не было, еще и она богословна, просто еще по времени не пришел, вот, не время было, не время, поэтому Соломон сидел и вот ждал, это мое видение, мое правда, пока Иисус Христос не пришел и не вывел его на небо, на небеса и Соломон святой, насколько я понимаю, вот, пусть не разливаются источники твои по улице, потоки, вод по площадям, но только после того, как Иисус Христос пришел и вывел его за руку, вот, именно, смотрите, где Иисус Христос был, когда вот умер пятницу, победил смерть, и вот это субботу, где он был, вот, вот, вот суббота родительская, когда мы поминаем усопших, мы, а протестанты аж зубами скрипят, что, знаете, я сегодня столько ставила этих вот комментариев, там пытаются эти протестанты склонить овечек православных, типа, Наташенька, то не делай, это не делай, там это вот, поздно, не молись за эти вот, за души усопших, вот так вот сбиваются с путей, ну, я там такая волчицей, Господь, за тебя, как этот Давид, знаете, что, это не меня, не меня, мне, мне шо, у меня, я уже в таких этих вот, если я, как говорится, напивалась иногда до такой степени, уже как я на автомате доползала до унитаза, с унитазом, если бы не покалась, так бы и сидела вот всех вот, это, кстати, в Библии, как пёс возвращается на свою блевотину, вот, вот так вот, вот, а моё прошлое, это не блевотина, это нет, нет, ребятушки, нет, это моё, это моя жизнь, не надо мне говорить, давать советы, когда не спрашивала, что мне забывать, а что не забывать, Господь сам знает, нет, кстати, у меня такие вот просветления, знаете, и вспоминаю ещё, где какие-то работы ещё, на имею в виду в Аргентине, что я там говорила, что шесть, потом семь, а в том ещё восьмую вспомнила, вот, пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вот по площадям, я это всё сейчас считаю сыну своему, тринадцатилетнему, потому что он мальчик очень интересный, девочки, он и он лидер, очень на него заглядываются, пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобой, источник твой да будет благословен, утешайся женой юности твоей, любезную ланию, прекрасную серную, груди её до появы у тебя во всякое время, любовью услаждайся постоянно, постоянно, у меня Данил, кстати, вот это вот слушал, у него так уши, такой сразу, сколько там, всё, давай прекратим, а это вот, я говорю, ну, тогда завтра, вот, начнём опять, ну, дочитаем, он такой, нет, давай сейчас, вот, давай сейчас, это пятая глава, девятнадцатая, двадцатая, и для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонне, обнимать груди чужой, ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его, беззаконно уловляют собственные беззакония его, и в узо греха своего он содержится, он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется, шестая глава, счастлива, шестая глава, сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твоею за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих, сделай же, сын мой, вот что, избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего, пойди, пойди к ногам, умоляй ближнего твоего, не давай снаглозам твоим и дремание веждам твоим, спасайся, как серная из руки, как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. А стоять за правду, это не сеет раздоры, это вытаскивать все на свет Божий, если видите лицемерие. Противостойте злу, противостойте дьявола, и он убежит от вас, надо научиться грести против течения. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзит душей его. Слушайте. Глаза гордые, язык лживые, руки проливающие крот невинною, сердце кующее, злые замыслы, ноги, быстро бегущие злодейству, лже свидетель наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергая наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты падешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь, будут спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь ей, светильник, наставление, свет и назидательные поучения, путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем. И да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищивают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит в жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но будучи пойман, он заплатит всемера, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побой и позор найдет он, и без чести его не изгладится, потому что ревность и ярость мужа не пощадит он в день мщения. Не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы не умножал даров. Вот так вот шестая глава пока что закончилась. Вот еще я хочу потом на английском прочесть то же самое. А может быть сразу английский, русский, испанский, конечно, я тоже читала. Но, наверное, это нельзя не объять необъятно. Но я пытаюсь, я пытаюсь. Я-то себе читала. Вот с Господом вам, с Господом, вот с Иисусом Христом. И благослови вас Господь. Иисусом Христом.